А вот еще одна история. Просветительский проект Ликбез активно развивается и набирает обороты. Мы стараемся находить интересные, а порой необычные темы для наших роликов. Но сегодня хотим рассказать вам про сам термин Ликбез. Что он означает и когда он появился? Ликбез – это аббревиатура, то есть сокращенный вариант довольно длинного словосочетания «ликвидация безграмотности населения». Так в Советской России и СССР называлась государственная программа массового обучения неграмотных чтению и письмо. Начало было положено декретом 1919 года о ликвидации безграмотности в РСФСР. Все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать и писать, было обязано учиться грамоте на родном или русском языке. Почему этот вопрос вдруг встал на поведку дня в этот исторический период? К концу XIX века грамотность населения Российской империи по данным 1897 года в среднем составляла чуть больше 21%. В Сибири уровень грамотности составлял примерно 12%, в Средней Азии от 5 до 6. По прошествии трех лет Первой мировой войны к 1917 году значительная часть населения страны по-прежнему оставалась неграмотной. Дополнительно статистику ухудшил и тот факт, что западные губернии, где в предвоенные годы вкладывались большие средства в образовательную инфраструктуру и где уже достигнутый уровень грамотности несколько превышал средние данные по империи, были оккупированы и не вернулись в состав страны. После принятия декрета о ликбезе было необходимо обучать грамоте в первую очередь красноармейцев, призывников, рабочих совхозов, членов профсоюзов, комсомольцев, членов сельских коллективных объединений в возрасте от 18 до 30 лет. Именно они должны были участвовать в восстановлении страны, в том числе промышленности, осваивая новые станки и оборудование. Срок обучения неграмотных устанавливался до 7 месяцев, а малограмотных до 6 из расчета по 6-8 часов еженедельно. Отдельной категорией обучавшихся грамоте в этот период были беспризорники, дети, потерявшие родителей и родственников во время Первой мировой и гражданской войн и не имевшие постоянного места проживания. В РСФСР в 1921 году их насчитывалось около 4,5 миллионов. Каждый населенный пункт с численностью неграмотных свыше 15 человек должен был иметь школу грамоты, так называемый ликпункт, тоже, кстати, аббревиатура. Программа обучения включала чтение, письмо, счет, все как в начальной школе. В 1920-1924 годах для поддержки государственной политики в области ликвидации безграмотности вышли два издания первого советского массового букваря для взрослых под названием «Долой неграмотность». Издание включало известную фразу для обучения чтению «Мы не рабы, рабы не мы». Всего в 1917-1927 годах было обучено грамоте до 10 миллионов взрослых. Сегодня же слово ликбез означает короткий курс обучения базовым знаниям и навыкам, как и наши ликбезы по истории.